ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мне бы хотелось бы спросить, спросить, причём не кого-нибудь, а всех, всё человечество, что является самым ценным, самым важным, самым великим, самым, я бы сказал, искомым, самым тем, что жаждет и хотел бы иметь человек? Что есть самое высокое? Об этом мало думают. Кажется, говорят, но не думают. А на самом деле это чрезвычайно важный вопрос. Нет ничего выше в человеческой жизни, ничего нет выше того, что называется настоящей, искренней, действительной любовью. Все ищут счастья, да не может быть счастья, где нет любви. Говорят, в шалаше – ну, по душе, а в хоромах – как на похоронах. Нет более высокой ценности, нет её, просто в принципе нет, более высокой ценности, чем любовь. Правда, речь идёт, нужно объяснить, не о влюблённости, которой сейчас я влюблён, а через час ненавижу. Как хорошо у нас один сказал – переодетый эгоизм. Я люблю, пока меня любят. Меня не любят, и я тебя не люблю. Не об этом же идёт речь. Речь о состоянии души, когда я всем желаю добра. Я никому не хочу зла. И, насколько возможно, сам стараюсь этого никогда не делать. Именно вот это вот желание добра, готов помочь человеку, страдает и так далее, кому-то всё помочь, каждому человеку. Это же какое благо, когда человек внутри, внутри себя, имеет такое расположение души. Я говорю расположение – это как начальная стадия. А оказывается, при правильном отношении человека к своей совести и к жизни по Евангелию, душа становится всё более ощущающей вот эту любовь к окружающему миру и к каждому человеку. Вы слышите? К каждому человеку. Кстати, наши люди всегда отличались этой способностью удивительной. Посмотрите к нам вот. Сколько к нам не едут откуда угодно, всех принимают, а нас – не очень. Не очень. Что такое? Вы слышите, какая у нас тут природа? Да чего ж, замечательная природа у нас! Мы готовы принять. И, пожалуйста, занимают любые должности, любые посты. Всё, оказывается, всё возможно. Слышите, как это природа. Но это... А можно это развивать в себе? И как это можно? Можно только таким образом, таким образом, когда мы действительно живём, живём правильно. Правильная жизнь – это действительно по заповедям Евангелия. Какая основная заповедь? Не делай другому того, чего не хочешь себе. Как минимум. Напротив, делай другому добро, и тебе будет тоже добро. Вот это. Вот о чём идёт речь. Вот это же великое дело. Поэтому, когда мы говорим о том, что человек попал на войну, попало там, допустим, ранение, или даже, даже он погиб, вы знаете, что по существу вот эта смерть человека воспринимается в церкви? Об этом мы не говорим в полной мере, но сама идея христианского учения – этот воин, погибший, уподобляется мученику за Христа, потому что нет больше любви, как кто положит душу, то есть жизнь свою, за друзей своих. На войне человек, исполняющий, исполняющий вот этот долг. Да, все мы что-то делаем. Кто где? Я не знаю, где я погибну. Здесь под машиной, где-нибудь на проспекте мира? Или там от выстрела? Не знаю, где. Но здесь ты попал – ничего. Там ты действительно подобен мученику. Или, если хотите, подобен подвижнику, которые там уходили в пустыне, потому что здесь я иду уже, зная прекрасно, в любой момент – всё, у меня смерть. И иду на смерть. Почему? Я исполняю свой долг, я исполняю по совести, и я понимаю, что всё это нужно, в государственной жизни без этого невозможно. И если я делаю это ради Бога, ради Бога, в таком случае я уподобляюсь, ещё раз говорю, мученикам за Христа. А почему я заговорил о любви? Потому что нет больше любви, как кто положит душу свою за друзей своих. А любовь проявляется не в словах, а в делах. Как и Христос сказал, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои, а не кричит, я люблю тебя. Пётр было сказал, Господи, ой, готов умереть за тобой, и в тюрьму, и умереть, и всё. И тут же трижды отрёкся. Помните это в Евангелии? Меня любит тот, кто исполняет заповедь. Так и здесь. Вот этот вот долг, человек получает ранение, или, напротив, даже умирает, но, исполняя это, он этим свидетельствует о действительной внутренней любви, которая есть в его душе. Я скажу, это благо для человека. Слышите, что я сказал страшную вещь? Кажется, благо для человека, что он там погиб. Всё равно умрёшь. Все люди умрут. Но как? Одно дело умереть героем, другое дело умереть предателем. Не правда ли? Одно дело попасть под машину, другое дело броситься, как он... Помните, когда офицер закрыл собою тело? О, что вы! Что вы! Честь и слава! В чём какая слава? Вечная слава! Мы верим, что для человека открыта вечность, а не только это время пожил и умер, как пар над землёй. Вечность открыта! Ещё раз повторяю слова вот этого мученика Тивуртия, который сказал, земная жизнь – это что такое? Кажется, есть и нет её. Раз – и исчез, и умер. Вечная жизнь – кажется, нет. На самом деле она-то и есть вечность. Она и есть, потому что будет всегда и неотъемлемо. И великое благо для того человека, который, конечно же, конечно, окажется в этой вечной жизни, но как? Со славой окажется, а не с позором. Продолжение следует...